Все прекрасно понимают, что это работает, потому как все мы уже попробовали здесь, и на себе, и на своих близких, родных. И главное, что действительно очень часто люди, которые приходят с хроникой, они ждут какой-то фантастики. Вот действительно фантастику можно получить от чего-то острого. Вот это будет фантастика, когда грекозное состояние проходит за сутки, ну может какое-то осложнение бывает, покашляет или еще что-то такое. И герпес очень быстро выходит, то это видно, когда не болит, не чешется. А вот когда у человека гипертония, причем очень часто человек, страдающий гипертонией, он же сам себе режиссер. У нас часто люди такие, знаете, бывают, купили прибор, сам себе гоняют какие-то программы. То есть таблетки часто сами не принимают, а кого-то спрашивают. А тут получается сами все тело, ты не понимаешь причину, что это просто септом, чаще всего гипертония, потому что эссенциальная гипертония, ну вот вы коллега, вы знаете, там еще коллеги знают, что эссенциальная гипертония не так часто встречается, в общем-то, а больше септоматическая. Ну и бывает там феохромоцитома, но это опять же отдельный диагноз, который чаще всего уже поставлен. И человек там может быть не придется к этому прибору. А вот когда у человека гипертония, он не вникает в это вот сам себе, то понижает, то повышает. И потом вырежешь, что фигуры не работают. Вот действительно самое правильное, это все-таки прийти к доктору. Можно даже иногда, знаете, некоторые говорят, я в такие диагностики не верю, или в такие диагностики не верю. Даже тот факт, что когда мы врачи, и мы обучались, мы знаем, как просто клинически опросить, посмотреть, глянуть анализы, сориентироваться, что принимал. И даже на это можно поставить прежде всего симптоматически то, что у него есть. И симптоматически можно часто добиться уже какого-то эффекта. А сняв симптомы, можно уже дальше выяснять причину и растворять. И вот по поводу растворения камней. Вот тут что-то говорила, и Леся говорила, что, в общем-то, камни хорошо. Это очень хорошо растворяется. Особенно почка. Они буквально могут за сутки выйти. Не все уйти. Уйти, выйти, раствориться те, которые стоят на выходе. Это не значит, что мы уберем сразу мочевую болезнь. Я просто знаю по своему мужу, потому как у него мочекаменная болезнь лет 30 назад. Но уже за последние, ну сколько я пользуюсь, с 11-го года пользуюсь приборами, с последние, это трижды у него были приступы, трижды стоял вопрос об операции, трижды выходили за сутки на безболезненные, безболезненные выходили на наших приборах. Но опять же, когда человеку объясняешь, что есть хроническое заболевание, которое надо делать то-то, то-то, надо делать дощелачьи, надо менять что-то. Очень часто, добившись какого-то результата, быстрого результата, больные вообще забывают про прибор. Ну допустим, есть у каждого у нас какие-то проблемы. Я ношу, но если надо для того, чтобы добиться какого-то результата, необходимо хотя бы, наверное, месяц, полтора-два походить с этой программой. То есть дополнительно что-то еще делают. А у нас так тын-тын-тын сами делают. Я просто расскажу случай наш Одесский, когда у человека, допустим, есть много папиллом. У нас одна такая уже очень возрастная дама должна была ехать на 40-летие окончания своего института в Санкт-Петербург. Ну естественно в летний период, потому что все собирается летом. А у нее попил мотос, ну и там все что хотите. Она себе как включила программы. И у нее началось, мало того, что у нее такое появилось, знаете, вот как будто у нее царяст. Ну не царяст, а просто именно обострение. Она ходила, чесалась, а лето потеет. Это был какой-то ужас. И получается, кто виноват прибор? Она не медик, она сама себе железнодорожник подстраивала себе программы. И так себе обострила, что она потом думала, что она поедет вся в открытом платье. А должна была ехать совсем не в открытом. То есть, прежде всего, правильно говорят о том, что должны понимать пациенты, что они хотят получить. И плюс ко всему должны понимать, что они должны прийти и позаветоваться с доктора. Не заниматься самолечением. Когда пишут, не занимайтесь самолечением где-то в каком-то отправочнике, понимают. Но тем не менее, все привыкли к рекламе по телевизору, что там мизин добрызным или еще с чем-нибудь. Или там какой-то там другой препарат. И поэтому принимают, причем самое интересное, что принимают, когда хотят. Вот у него там запурчало в животе, может, и мой мизин не нужен. Ему нужен просто уголь активированный. В общем, ну что-то такое, да, это все попроще. Но он мизин примет. Или еще что-то такое. Или принимают постоянно, не понимая, что любое медикаментозное лечение имеет побочный эффект. Это раз. А во-вторых, тут у нас мы без побочных эффектов лечим. То есть, любой побочный эффект, это у нас может быть моментом положительным. То есть, мы восстанавливаем печень, восстанавливаем поджелудочную, улучшаем функцию почек. И таким образом можем снять гипертонию симптоматическую, которая может быть со всеми этими тремя системами связана. А когда мы начинаем что-то купировать, и медикаментозно очень быстро, то заканчивается тем, что, к сожалению, доводятся до сами себя докалоптоидного состояния. У меня была одна пациентка, которая ничего не снималась, ничем. И потом она вдруг решила принять Адельфан. Она приняла Адельфан, говорит, она 130 кг, она падает со своим Адельфаном, и я чувствую себя вообще так, знаете, в 50 кг и дам 100 кг, это разный вес. Вот, и она говорит, ну, я не знала, что так может быть. То есть, получается, что человек, не зная причины, а у нее, оказывается, выяснилось потом, то есть, эндокринного плана нарушения было, ничего не снимало, ей капали, вот по-женски лечили, капали на глюкозе кучу всего, ее вот так вот растащило, и потом это давление появилось. Поэтому, прежде всего, любой доктор докопает сначала до причины появления симптоматики, и потом постепенно должен объяснить, что в любом случае, наверное, медленно, когда пришли к какому-то заболеванию долго, то, наверное, медленно будем от него выходить, но качество жизни в любой ситуации будем улучшать. Поэтому я так считаю, что в любом случае человек должен советоваться, но сам делать выбор покупки прибора, и понимать, что нет, наверное, в общем-то, панацеи нет ни в чем, и нельзя бросить одно и перейти сразу на другое, что тоже, опять же таки, вот очень часто люди, страдающие сахарным диабетом, они очень часто, когда им кто-то посоветуют, что это может их увезти от инсулина, они могут бросить инсулина, а теперь что они делают? Попадают в больницу, и потом говорят, что доктор, который вот занимался этим, 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 он идиот полный, он это посоветовал, и вот пациента довели до состояния комы там, гипер или гипо, это уже другой вопрос, но никто не считает, что, в общем-то, не очень умно поступил сам пациент, не посоветовавшись и не сделав какие-то контрольные анализы.